Друзья, приветствую всех! С вами снова Максим. И мы с вами продолжаем писать наше приложение по изучению немецкого языка. Задача на сегодня – начать, по крайней мере, ну или сделать большую часть работы по изучению слов. Что такое, друзья, кто может не помнит, что за слова? Если когда мы заходим в книгу, заходим в конкретную часть книги, и в конце каждого текста у нас будет список слов, которые мы можем добавлять для изучения. Ну, во-первых, друзья, хотелось бы начать с небольшого рефакторинга. Значит, если вы помните, то сейчас наши слова на уровне конкретной части книги хранятся в виде массива, да, в виде массива. И у каждого элемента массива есть два параметра – original, как бы word, да, оригинальное слово и переведенное слово. Так вот, друзья, это у нас сейчас массив, да, вы видите. Давайте мы это все дело удалим и заменим структуру с массива на объект, на map. Давайте мы создадим words у нас будет. Это будет уже не string, а map. И у нас, друзья, будет, так как это уже массив, то нам нужно какой-нибудь ключ давать. Ну, ключ у нас будет для каждого слова. Само слово будет являться ключом уникальным. Давайте у нас будет какое-нибудь слово. Давайте, die muta, да, мать по-немецки. И это тоже будет являться объектом, map. И у нас у каждого слова будет теперь более такая уже сложная структура. Значит, у нас будет original text. Ну, давайте здесь у нас будет... Так, друзья, давайте я удалю. Я случайно нажал, случайно нажал. И так у нас будет remoto. Ну, будем с маленькой буквы все писать, потому что нам главное сохранить уникальность ключа. Итак, первое у нас будет original text. Да, ну, давайте muta. Потом у нас будет... У некоторых слов будет суффикс. То есть, по сути, это будет артиклем. То есть, original какой-то... Не суффикс, вернее, а префикс. Да, то есть, то, что впереди слово будет стоять. Значит, ну, в случае muta это di. Следующий параметр у нас будет называться... Translate, trans... Давайте, text. Давайте, перевод у нас мама. Следующее поле у нас будет называться... Будет type. То есть, тип этого слова. У нас будет несколько типов. Ну, начнем мы, я, пожалуй, думаю, с двух типов слов. Первое это слово. У нас оно будет начать единичкой. Давайте поставим это integer. Number, да? Единичка. То есть, единичка у нас будет обозначать слово, а двоечка будет обозначать крылатое выражение. Будут у нас различные типы вещей для изучения. Так, у нас слова, слова, слова и тип, да? Да, давайте, друзья, теперь сохраним. Ну, и добавим еще одно поле. Давайте какое-нибудь крылатое выражение. То есть, какую-нибудь фразу. У нас будут как бы слова и фразы. Ну, давайте, я не знаю, что-нибудь простое. Напишем этого с махом, например. Что-нибудь делать. Да, то есть, это не крылатое выражение, но у нас как будто это крылатое выражение. Сейчас у меня в голову никакое крылатое выражение не приходит. Итак, original text у нас будет от вас махом. Суффиксов, префиксов никакого нет. Будет translate text у нас будет что-то делать, перевод. И тип, тип у нас будет 2. То есть, двойка, будем начать у нас с тип выражения. Итак, у нас есть два слова в новой структуре. Ну, давайте теперь, конечно же, вот эта система наша работать не будет. Давайте посмотрим сначала на логику загрузки данных, то есть, в нашем userData. Когда мы грузим данные, loadUserDate, во-первых, мы уже, у нас уже есть параметр words, который является объектом, то есть, мы уже готовы к этому параметру. Но единственное только, что в loadUserData давайте сделаем такой же вот if, что если у юзера нет никаких данных, да, то есть, нет никаких слов, мы будем давать пустой, значит, пустой объект. Ну, давайте посмотрим на логику загрузки. Ну, во-первых, я хотел бы немножко удалить лишнее, захардкодженное, то есть, это все нам уже не нужно. Это было наше изначальное, изначальное. Так, теперь у нас что? Теперь у нас есть логика для загрузки книг. Ну, и книги, да, они одновременно грузят и слова. Поэтому я думаю, что все у нас будет работать, как и работало раньше. Так, теперь наша задача, друзья, переписать вот этот вот компонент. Давайте подойдем, посмотрим. И, конечно же, теперь наша логика, она рассчитывала на другой формат раньше, на массив, а сейчас начинает ругаться, да, говорит, что нет таких параметров. Говорит, что мы ожидали массив, а пришел объект. Поэтому наша задача изменить, изменить компонент. Какой это компонент? Это компонент у нас, пук-part-words. То есть, теперь, видите, он ожидал, ожидал array, да, а пришел объект. Давайте поставим, что теперь это у нас будет объект. Ну, и required true. Ну, давайте, required false, а default поставим null. Ну, и теперь, теперь нам нужно наши слова каким-то образом заменить, чтобы они отображались. То есть, так как в нас теперь приходит массив, нам нужно каким-то, не массив, а объект, нам нужно каким-то образом этот объект переделать в массив. Поэтому, что я, друзья, предлагаю? Я предлагаю, во-первых, изменить имя property с words на data. Давайте изменим, значит, во view book parts. Будем передавать так, где, где у нас? Да, тут у нас будет не words, а будет data. Ну, и теперь наши data. Теперь давайте создадим компьютер property, где мы которые мы как раз назовем words. То есть, здесь наша задача, наш объект, объект нашего слов, да, превратить именно в массив, для того, чтобы его мог отобразить итератор. Потому что итератор не может итерировать через объект, ему нужно итерировать по массиву, да? Ну, давайте, с чего мы начнем? сначала мы скажем, спросим, что есть ли у нас наш параметр data, если его нет, мы будем возвращать пустой массив. Ну, давайте объемим переменную words. Будем ее в конце возвращать. Ну, а теперь наша задача пойти, перейти через все свойства нашего property data и перекомментировать все это в так, перекомментировать все это в массив. Значит, мы пойдем по всем свойствам в нашем параметре data и давайте спросим, что является ли это свойство личным свойством объекта или приобретенным, может быть, это добавилось там об сервер, что-нибудь добавил, поэтому давайте спросим здесь data has own property has own property property, то есть если это родное, как бы, родное свойство этого объекта, давайте объявим переменную word и заберем значение этого свойства, заберем значение этого свойства, это будет у нас объектом, ну и единственное, что теперь я хотел бы еще этому объекту поставить значение key, в которое я дам имя ключа, то есть нам же потом нужно будет каким-то образом идентифицировать его по id, и id у нас является само property, ну и добавим его, добавим его, это слово, наш words, который мы будем в итоге возвращать, да, то есть теперь у нас есть массив, есть у нас property words, который конвертирует объект в массив, и теперь мы можем по нему же ну итерировать, мы оставили то же самое имя, давайте посмотрим, давайте то есть выведем original text, ну а здесь translated text, да, давайте посмотрим, все ли мы правильно сделали, да, видим, что все правильно, наша muta, наша etwas mahon, все здесь, ну единственное, конечно, теперь давайте красиво может отформатируем, единственное, мне не нравится, что во-первых, мне не нравится, что она слишком маленькая, потому что у нас будет выражение, им не будет хватать места, поэтому давайте немножко сделаем так, чтобы он занимал либо все, либо половину экрана, то есть побольше были эти, пусть они будут по две, по две в ряду, ну и теперь нам нужно каким-то образом, может быть, покрасивее сделать, здесь, во-первых, нам нужно добавлять суффиксы для слова, значит, я, друзья, предлагаю создать новый helper, как у нас был для book, пусть у нас теперь будет новый файл для слов, новый helper класс, функция, здесь будет набор функций для слов, ну и давайте экспортируем отсюда функцию, назовем ее getFullWord, да, или getFullOriginalWord, где параметром будет являться какого-то entity, давайте параметр result изначально будет равен entity original text, и если entity original prefix не пустой, то мы его добавим к результату, давайте entity original prefix, и сам результат, его мы будем возвращать, то есть такая небольшая функция, которая будет формировать правильный конечное слово, может здесь будет больше кода в итоге, может быть мы будем как-то больше типов добавим потом, но пока что так, по-что по-простому, поэтому давайте здесь, во-первых, давайте импортируем это, функцию getFullOriginalWord from значит нам нужно выйти на один уровень вверх, helpers и теперь давайте замепим это на метод с таким же именем теперь мы сможем использовать эту функцию вот здесь давайте сохраним да, видим, что значит d было добавлено здесь ничего не было добавлено хорошо, ну, единственное, давайте немножко покрасивее может быть сделаем побольше там, да, давайте как-то немножко красивее отформатируем то есть в нашем title ну, давайте здесь добавим какой-нибудь div class headline пусть большим будет написано так да пусть большим будет написано немножко побольше оно стало ну и перевод давайте перевод тоже побольше будем писать то есть давайте здесь тоже div class headline да, видим побольше пусть оно немножко покрасивее будет написано ну и теперь давайте выведем какой-нибудь индикатор здесь что это такое это слово или это выражение значит тут друзья предлагаю что сделать здесь предлагаю вставить avatar the avatar который будет в случае если у нашего props item type если он равен единичке помните единичка это слово то пусть он будет такого teal такого цвета морской волны ну и размера какого-нибудь давайте 40 посмотрим как выглядит ну и тут какой-нибудь span с классом white пусть у нас будет текст белого цвета и мы будем выводить такую большую букву в ну w да которая будет обозначать которая будет обозначать word да word а в случае выражения давайте скопируем в случае выражения то есть если у нас двоечка вот цвет какой-нибудь не знаю какой давайте индиго какой-нибудь тут будет выводиться rv то есть редвендум да ну единственное что наверное маловато давайте здесь поставим 45 здесь 45 да ну вот видите то есть я думаю вполне вполне да ну единственное только что люди могут не понять что обозначает это w что обозначает это rv поэтому давайте какой-нибудь внесем ясность в это добавим параметр в дуэм компонент will tooltip обвернем наш обвернем нашу эту букву vtooltip скажем что tooltip должен показываться снизу скажем что avatar является его активатором мы посмотрим надо теперь нам задать текст tooltip как мы это сделаем мы вот здесь в спане будем говорить что это слово слово das word напишем по-немецки то есть человек наведет думает что это за w такое наводит говорят что это слово а это нам нужно сделать давайте tooltip точно так же обвернем наш второй avatar и скажем что это это не слово соответственно у нас а что это у нас это у нас выражение так выражение ну или по-немецки die rede bändung давайте посмотрим а да нужно сказать слот активатор иначе оно просто исчезнет ну и видим что вот друзья как показывается tooltip и заодно мы с вами изучаем потихоньку типа красивее сделаем то мы изучаем с вами потихоньку vtify так ну что теперь давайте работать с нашей кнопкой add то есть теперь мы что друзья хотим сделать мы хотим сделать так чтобы на уровне нашего user data теперь у нас будет не только вот книжки да не только книжки но и слова мы будем добавлять слова в юзер для изучения поэтому наша задача друзья сделать так чтобы нажать на эту кнопку добавить мы добавляли внутреннюю коллекцию давайте работать с этой кнопкой мы во первых что сделаем мы давайте скажем что по нажатию на нашу кнопку по клику мы будем вызывать функцию давайте add word add word props item будем передавать все это слово туда теперь нам нужен метод add word с каким-то entity и теперь друзья что мы хотим сделать мы хотим делать несколько проверок мы хотим сделать несколько проверок то есть во-первых может оказаться что слово которое человек хочет добавить оно уже у него добавлено и второе проверку мы сделаем что у него не должно быть больше давайте 100 слов в списке для изучения потому что иначе нам будет тяжело тащить из базы ну и какой смысл человеку добавлять больше 100 слов и не изучать поэтому давайте друзья проведем парочку здесь таких проверок первая проверка у нас будет мы достанем все слова которые сейчас есть у юзера здесь store getters user data words да то есть друзья фактически вот отсюда то есть мы будем забирать вот этот вот параметр используя вот этот вот getter user data так мы взяли все слова и наша задача теперь узнать есть ли это слово то есть давайте word exist ну или уже word edit то есть уже это как бы добавлено для этого мы в нашем user words которое не забываем является массивом является объектом мы просто проверим есть ли такое свойство как entity dot key помните мы в key добавили имя property да и вот мы спросим есть ли такое property и если оно есть так вот если оно есть нам нужно показать какой-нибудь ворнинг или что-нибудь какой-нибудь ворнинг который значит будет да показываться ну а второе второе условие у нас будет если давайте проверим мы будем проверять сколько уже слов добавлено если их добавлено больше чем ну давайте сотни например то мы будем показывать месседж кому-нибудь ворнинг что ты уже слишком много слов добавил для того чтобы друзья проверить сколько слов нам нужно просто посчитать количество property в этом объекте то есть нам нужно давайте используем такой нативный javascript метод у объекта у любого объекта есть параметр keys и вот мы посчитаем сколько keys у нашего user words так вот если длина этого массива keys будет больше сотни то нам нужно каким-то образом значит вывести какое-то сообщение ну а если если все в порядке мы будем добавлять его добавлять его уже в user data ну для начала давайте друзья разберемся с с этими вот ворнингами то что каким образом можно показывать ворнинг я посмотрел во vtf есть несколько способов как это показывать есть значит конечно можно подавать диалог можно поднимать диалог можно есть еще такая штука как вот друзья как же она называется как же она называется так ладно сейчас так сразу не найдешь но я выбрал такую штуку которая называется snack bar snack bar это такие небольшие сообщения которые могут появляться либо в разных частях экрана поэтому давайте друзья вот здесь за нашим баттоном добавим компонент v snack bar и snack bar у которого будет какая там model давайте давайте так и назовем snack bar и что это что в этом snack bar мы скажем что он будет показываться у нас снизу почему снизу потому что все слова у нас они же как бы сразу сначально снизу то есть юзеру он нажимает и сразу здесь будет какой-то warning ему будет понятно чем если он где-то покажется вверху или сбоку потому что юзер сосредоточен на нижней части экрана там где слова поэтому скажем чтобы показываться warning он будет светлый потому что так иначе будет темный ну и с цветом давайте цветом цветом ошибки ну и здесь мы покажем иконку иконку warning и будем вводить сюда какой-то давайте snackbar текст теперь нам нужно друзья два параметра первый у нас будет snackbar он будет получение false ну остановлюсь snackbar текст по получению null так вот друзья каждый если у нас будет значит ошибка проблема в том что слово уже добавлено мы будем ставить наш параметр snackbar в true а в параметре snackbar text мы будем писать что-нибудь типа ну давайте вы уже добавили русские буквы на на ощупь пишу добавили это так как клавиатура не русская слово для изучения если проблема в том что слишком много добавлено то давайте писать сообщение какое-нибудь типа вы добавили вы уже добавили давайте вы уже добавили слишком слишком много слов давайте для изучения потом как-нибудь покрасивее я перепишу не важно главное что-то вам покажется здесь давайте друзья сейчас протестируем просто вот так вот здесь вставим и посмотрим как это хоть выглядит то есть я нажимаю ничего нет давайте посмотрим ошибка какая-то видимо canot read property demuto of undefined то есть значит какой-то значит вот это у нас user words undefined да я думаю нам друзья нужно сейчас попробуем перегрузить посмотрим забралась ли это коллекция наша вся так читать открыть ничего не показывается да та же самая ошибка давайте разберемся так друзья ну с помощью магии магии основки конечно же я увидел что тут я забыл написать когда мы ставим дефолтное значение когда мы ставим дефолтное значение то есть если пустая у нас если у юзера нет слов мы должны поставить ему пустые слова соответственно давайте он сейчас как раз автоматически все перегрузится значит мы зайдем зайдем на книгу зайдем и нажмем на кнопку и видим видите как это выглядит как это выглядит то есть такая вот ворнинг такой снизу вылезает и через какое-то время исчезает так через какое-то время исчезает ну хорошо значит предположим что здесь это тоже будет все работать поэтому удалим ну и в положительном случае когда все в порядке что мы будем мы будем диспатчить экшен здесь store диспатч давайте по уже сложившейся традиции назовем это add user как мы вот называли давайте посмотрим как мы называли add user book значит у нас будет add user word add user word куда мы просто отдадим вот это вот entity дадим вот это entity да то есть теперь друзья нам надо зайти в user data и написать метод подобный add user book давайте мы как раз его скопируем потому что фактически он будет делать то же самое он будет называться add user word то есть те же самые мы будем операции выполнять будем брать коллекцию только теперь у нас будет word и этот word мы заполним мы скажем что параметры original текст возьми из pilot original текст значит translated текст возьми из параметра pilot translated текст что еще тип тип возьми из параметра pilot type ну давайте будем ну давайте будем сохранять added date то есть когда он добавил это слово к себе для изучения ну и следующие у нас следующие два параметра которые будут называться bucket по умолчанию 1 и параметр next show date по умолчанию сейчас это друзья параметры которые будут ответственны за логику работы я посмотрел друзья как вообще работают все эти флешкарты есть разные там хитрые алгоритмы но в основе всех алгоритмов лежит система вот эта вот lighter system которая обозначает которая говорит что чтобы изучить слово значит видим что она разработана ученым там еще в 70-е годы она говорит что какой смысл том говорит смысл том что для того чтобы слово например или что-то было какое-то знание было усвоено оно должно пройти как бы в мозгу несколько стадий видите как бы есть несколько бакетов несколько коробочек и смысл такой что если вот lone которые мыUNG как бы ложим наше слово в первую коробочку если юзер отвечает правильно на ответ говорит что он знает это слово оно переходит в следующую коробочку потом если он опять правильно угадывает или знает в следующую если ошибается на любом из путей на любом из коробочек он возвращается опять в первую Таким образом мы будем несколько раз слово юзеру показывать Я думаю, что мы остановимся на 3-4, может 5, можно сколько угодно Но на 3-4, и после 3-4 повторений это слово будет считаться выученным Причем смысл такой в том, что, например, первый раз мы слово покажем ему сразу же Второй раз мы покажем это слово через пару дней Третий раз мы покажем это слово ему через 4-5 дней Ну и четвертый раз мы можем показать уже через неделю Чтобы это слово не повторялось 5 раз сразу же Оно должно через какой-то небольшой увеличивающийся интервал показываться И потом уже через неделю человек ответит на него правильно То мы уже будем считать это слово выученным Поэтому у нас и будет два параметра Первый будет называться bucket, то есть в какой из этой коробочек он лежит А второй будет называться когда показывать это, ну, next show day То есть будет обозначать когда, в какой день, начиная с какого дня Мы начнем показывать это слово пользователю Ну это мы начнем, мы с этим, я думаю, будем работать уже в следующем видео Пока что мы просто мы как бы первый раз, когда юзер только добавляет слово Мы ложим его как бы в первую коробку И говорим, что оно может показываться сразу же, то есть сегодня И теперь, друзья, что еще, что еще мы должны здесь делать Мы должны Так, да, еще надо даже суффикс вставить, вернее префикс Значит, мы скажем, что если у payload есть OriginalPrefix, то нашему слову OriginalPrefix, пожалуйста, поставь его Ну и теперь, когда наше слово сформировано, мы можем использовать ту же логику set Только здесь уже не books, а words Здесь payload.key, да, то есть мы же знаем, что оно в key будет у нас Здесь word И теперь мы будем коммитить не addUserBook, а addUserWord И в addUserWord будет, давайте тут будет wordID равное payload нашему key Ну и вместо book, word, word, да То есть теперь нам нужен addUserWord мутация Ну, мы можем слегка скопировать этот юзер бук Ставить и назвать это дело все AddUserWord Где мы words По wordID будем ставить word Ну, давайте, друзья, проверим, как это все работает Работает ли это вообще все Так, перегружается автоматически из-за того, что мы поменяли store Так, мы заходим, заходим И нажмем Никаких ошибок, я надеюсь, нет Ну, какая-то ошибка есть, но это не та ошибка Зайдем мы в нашу базу и увидим, что мы Да, что мы видим? Мы увидим, что добавилось в слово, значит, в массив words Не в массив, а в объект words Демута Все наши параметры То есть все, как мы хотели, добавилось Все, как мы хотели, добавилось Единственное, конечно, что теперь еще только сегодня хотел бы сделать Сделать так, чтобы То есть давайте попробуем второй раз, кстати, нажать Если нажимаем второй раз, он уже говорит, что это слово уже добавили вы для изучения Ну, если мы нажмем это, то оно добавится Но прежде чем нажимать на вторую кнопку Я хотел бы сделать так, что пока идет процессинг Чтобы нельзя было нажать два раза, там, или три раза Давайте сделаем так Я вообще, друзья, вижу так, что все больше и больше у меня ситуаций, когда мне нужен какой-нибудь сервис EventBus Я думаю, что мы с вами введем на следующем видео или каком-нибудь видео EventBus Потому что мне по-хорошему нужно было бы Проще всего было бы здесь имитировать Вдэн, да, имитировать какой-нибудь Event через наш сервис Бас Говорящий, что процессинг закончен Почему? Потому что мне В моем Words, да, здесь Нужно каким-то образом реагировать На то, что процессинг закончен И скрывать, как бы, и показывать эту кнопку Ну, или делать ее Disable Поэтому Ну, а сейчас, пока у нас сервис Баса нет Давайте просто возьмем, например, из того же SignUp Наш процессинг Параметры процессинг, да Давайте Пусть пока будет это решение Но я вижу, что мне нужен реально EventBus Так, поэтому Давайте так же Ну, мне этого процессинг, друзья, как бы недостаточно То есть процессинг мне говорит о том, что Процессинг начался, процессинг закончился Но он уже происходит где-то внутри Да, может происходить много времени А у нас ведь еще есть проверка Здесь какая-то логика работает Поэтому мне придется ввести еще какой-нибудь параметр Типа Типа Checking При помолчании будет False И мы будем ставить его здесь В True Ну, а вот здесь False Я, друзья, думаю, что мы это дело удалим В скором времени Заменим на Event Но пока что пусть будет так И давайте Мы на нашу кнопку VButton Поставим ее параметру Поставим ее параметру Disabled, да? Или как там было Ну, или давайте даже VIF Давайте Disabled Disabled Скажем, что эта кнопка будет Disabled То есть все кнопки будут Disabled Пока идет процессинг Пока Либо Checking Либо Processing идет Соответственно, если мы нажмем Все кнопки исчезнут И потом они появятся, когда процессинг закончен Это нужно для того, друзья Чтобы нельзя было сделать Double Click Ну, и видим, что Этвас Махан добавилось здесь также, да? Теперь, конечно же Вот Выпадает этот алерт Ну что, друзья Мы с вами научились Добавлять слова для изучения К юзеру В User Data В следующем видео мы с вами продолжим И напишем Секцию в моем кабинете Мои слова Где юзер уже сможет конкретно Учить именно слова, да? Используя слова Добавленные в его коллекцию Все это мы увидим уже очень скоро С вами был Максим Всего хорошего, друзья Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok